Итак, россияне, Ликутия. Светлое будущее неожиданно стало существенно ближе, и от этого стало даже немного жарко. Намедние Верховный суд Российской Федерации счел возможным штрафовать за отсутствие масок в тех местах, где предписано их ношение, без излишних расследований и экспертиз. Дословно это звучит примерно так. «Для установления виновности в этом случае нет необходимости в использовании специальных познаний, то есть экспертиз, в науке и технике». Конец цитаты. Речь идет о тех случаях, когда ношение маски зафиксировано фото- или видеотехникой. То есть теперь мы уподобились тем автомобилистам, которых фотографируют на дороге некие комплексы фотофиксации, а потом вам домой щелк и приходит квитанция с штрафом. Спорить, как показала практика, с этими квитанциями о штрафах практически невозможно. Ну и теперь охват вот этими комплексами фото- и видеофиксаций или просто фотоаппаратами становится абсолютным в стране. Если раньше это касалось только автолюбителей и нарушений, например, скоростного режима, то теперь это касается тех, кто не будет носить маски там, где наше государство решило людей принуждать это делать. Ну, первыми жертвами всего вот этого нововведения, безусловно, станут москвичи. Ну, ведь недаром вся столица нашей Родины окутана плотным облаком вот этих новых камер с системой распознавания полицами. Теперь достаточно всю эту систему подключить к какому-нибудь антиковидному штабу, и на всю Москву широкой волной полетят вот эти квитанции о штрафах. Но интересно, как это будет работать для оставшихся примерно 130 миллионов россиян, которые, ну, к несчастью своему, не проживают в столице нашей Родины, в городе Героя Москве. В каком-нибудь городе Алтайске, Бирске, Бийске или даже в Уфе, в общем-то, этих камер с распознаванием лица или очень мало, или нет вовсе. Вопросов сразу возникает много. Каким образом власти на местах будут реализовывать свою жажду к наживе и получению все новых и новых штрафов с россиян, которые, например, не носят теперь маски в общественных местах? Какие камеры можно будет использовать и какие применимы, а какие нет? Какой уровень разрешения достаточен, какой нет? По какой базе будут сличать лица россиян, чтобы выписать им штраф за не ношение маски? Будут ли приниматься к рассмотрению материалы фотографов-любителей, которые в массе своей фотографируют людей на улицах, либо в местах их скопления? Как скоро власти на местах создадут летучие отряды молодогвардейцев, которые с фотоаппаратами и видеокамерами будут фотографировать людей в торговых центрах и прочих общественных местах? И возглавят ли эти летучие отряды, например, в Уфе лично Шамиль Валерьев? Вопросов действительно много. И, конечно же, главный вопрос – это вопрос о том, что нам делать с бесчисленным количеством фотографий, которые зафиксировали представители власти и высших чиновников в общественных местах, на встречах с населением, где они очевидным образом находятся без масок. Также на рабочих местах зачастую мы видим фотографии того же самого любимого нашего руководителя республики. Во время совещания он не носит маску демонстративно. Встречаясь с жителями на выезде, он тоже не носит маску демонстративно. Но, как известно в России, строгость законов и их идиотизм компенсируются необязательностью исполнения. Посмотрим, как выйдет в этот раз. Возможно, все превратится в очередной пшик, а возможно и нет. Есть такая версия о том, что дистанционное штрафование людей за не ношение маски, есть защитная реакция властей от тех эксцессов, которые во множестве происходят сейчас в России. И все мы помним о том, как буквально на этой неделе случилась страшная трагедия в Москве, где в ответ на требования охранника МФЦ надеть маску, хмурый и уставший мужчина достал боевой пистолет и открыл огонь на поражение. Погибло несколько человек. Это была реакция именно на требования ношения маски. Возможно, власти таким образом пытаются защитить себя и своих представителей от чрезвычайно бурной реакции некоторых граждан. Я не знаю точно. Как обычно, нам остается только наблюдать, нам остается оценивать, насколько будет исполняться решение властей, решение вот это, конкретное решение Верховного Суда. Посмотрим, насколько это все превратится в цирк, либо в трагедию. Редактор субтитров А.Семкин